Соперник прижал, но не забил? Можно сказать, что после победы Динамо были предупределены? Ну, был один такой момент, когда мы, ну, скажем так, чуть-чуть расслабились, но это там перехватило соперника. Значит, в остальном же, скажем так, мы обыграли очень организованную команду, очень организованную. С этой командой любому сопернику будете жать. Значит, то, что вы говорите, прижал, но не забил, ну, значит, здесь не чемпионат мира по прижиманию, понимаете? Может, мы прижали линию, никто же не знает пространство. Значит, мы получили пространство, получили выходы один в один, получили острые атаки. Ну, что-нибудь надо объяснить. Поэтому, это по прижиманию не чемпионат мира. Соперник точно так же прижимал линию нашу, пытался прижать, но мы выходим. Выходим. Еще вопросы? Раздавайте, что стесняетесь. Я просто отвечаю конкретно и точно на вашу опыту. С вами выделялся Бленк, как было много моментов. Он же готов на 100% или еще есть какой-то резервный рост? Ничего себе. Что вы считаете 100%? Ну, тонус, игровой, физическая форма. А что вы считаете игровым тонусом? Ну, вот, как говорят, на 100% или 200%. Ну, в долгий плюс, что он не играл, а сейчас он постепенно входит. Ну, вообще, история Бенга, знаете? Аблая. Ну, знаете? Ну, не глубоко, но... Когда узнаете, когда говорят, тонус... Ну, какой еще нужен тонус форварду, который, как говорят, на спине у него три защитника, он уходит от них. Ну, скажите, какой тонус нужен еще? Ну, для вас, как для журналистов, какой тонус должен быть у Аблая Бенга? Ну, я вам скажу так. Если бы не вязкое поле, поле, ну, болотистое, вязкое, и ноги прямо влипают. Поэтому на этом поле не так просто пробежать 30 метров, еще пробить. Поэтому, а как форма, оцените сами, какая у него форма. Вы уже, я уже, я оценку так, свою уже дал это. Дальше давайте. Ну, конечно, конечно, любой, как говорят, каприз. Давайте. С первого мая уже команда будет играть только на натуральных полях. Вот как это оценить для команды «Динамо»? В целом, это плюс. Как оцениться? Как вам сказать? Натуральное поле есть натуральный пол. Даже такой. И футбол на таком стадионе отличается на стадионе, ну, так, скажем так, школьном. Вы реально осознаете. Поэтому я всегда буду за натуральным, в каком бы оно состоянии ни было. Скажем, я давненько, ну, скажем, много тренировал и на синтетических полях, и на натуральных. Знаю их особенности. Знаю последние синтетические поля. Знаете, видел, как их, ну, как говорят, стелят. Какого они качества. Те поля, где играете в Европе чемпионат в Голландии, в Австрии, знаете, и где поливается поля. Поэтому есть, как говорят, в Одессе есть большая разница. Это мне, что я могу сказать. Вот я это говорю. Буду приветствовать. Чем раньше начнем, тем красочнее будет чемпионат. Ну, а так, там, играет один у себя. По шесть игр, там, да, восемь, восемь, сколько. А другие, сейчас, как бы, начнется другой футбол. Ну, а если бы, конечно, еще поля последнего поколения, это гибридные. Это вообще было бы фантастика, где прошивается. Это фантастика просто. Поливается. Ну, когда-то. Ну, хотя, что, нормально, все нормально. Двигаемся дальше. Слоза больше нет? Давайте. Нет? Сегодня ходит. Все. Все. А я хочу поблагодарить соперника за оказанное сопротивление, за организованное футбол. Значит, я знаю, что они хорошо готовились к нам. Точно так же мы хорошо готовились к ним. Я сегодня это увидел. Поэтому всех с победой. Динамат. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok